Всем привет, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас на обзоре кастомный дом с очень большой территорией. Нам сегодня поможет наш риэлтор Оля. Привет, Оля. Всем привет. Сегодня мы показываем дом для тех, кто любит тишину. И качельку. И качельку. Обязательный момент. Территория здесь обращает на себя внимание. Здесь 12 акров. Которые нужно расчищать еще. Очень много земли. Здесь, естественно, HOA нет. Дом. В нем размер только 2000 квадратных хутов. Достаточно небольшой для дома ценой 750 тысяч. В нем 4 спальни и 3 ванны. Интересно, сколько стоит каждый акр земли отдельно? Нужно смотреть непосредственно продажи тоже в этом районе. Где мы находимся? В Кампабелло. Мы находимся в Кампабелло. А если земельный участок неплохой, расчищенный, то в Южной Каролине, вот где мы с тобой показываем дома, дешевле его, чем за 30 тысяч, если это участок побольше, да, 5-10 акров не найти. Если участок меньше и он хороший. Если, например, один акр, будем говорить приблизительно, да, 70-90 тысяч, в зависимости от того, коммуникации есть, расчищен, не расчищен, ровный ли он. То есть рассчитывать приблизительно на, в среднем на 70 тысяч нужно. Ого, ну, значит, за 750 тысяч 12 акров плюс дом, это выгодно. Ну, когда покупаешь больше земли, естественно, всегда оптом все дешевле. Этот участок люди купили в 22-м году за 95 тысяч. Да, участок купили? Участок. Два года назад? Да. Так вот? Да. А сейчас платите. Сейчас 12 акров будет стоить очень много. Ну, хорошо, давай смотреть, что у нас встречает. Снаружи такой интересный фасад, приятный. Дерево, красивая входная дверь. Пластик или харди-борд? Это у нас пластик, да. Ну, ладно. Ну, ладно. Здесь что у нас, да? Снаружи мы потом покажем, наверное, гараж, подъезд, залита немаленькая площадка. И есть еще площадка, я не знаю, какую-нибудь беседку поставить там, наверное, можно. Наверное, под нее и залили. Такая величественная дверь, красивая. Как она меня зовет, эта кровать? Так что, может, я пойду снимать, а ты посидишь? Ой, я бы рада. Ого. Ого. Потолки твои, смотри, балки. Любимые. Тебя ждали. С качелей и с балками. Как красиво. Да, что мы входим здесь сразу, входим в зал, да, и открывается кухня. Такая, мне интересно, такая дорожка из точечных светильников. Здесь, получается, входите сразу в зал. Да, в зал. Мы посмотрим, где гараж. Как этот вход там оборудован. Как-то все приятно, да, такое? Хочется ко всему дотронуться. Да, да, да. И аккуратненько, дом ухоженный. Смотрю, живые цветы. Это удивительно. Какой камень красивый. Он настоящий или электрический? Электрический. У нас выключатель здесь бок есть. Не знаю, он включится или нет. Но он электрический, однозначно. Может быть, отключен. Высокие потолки. Здесь у нас, наверное, все только 11-12. 12-13 футов, где-то так. Виденный стол. Можно здесь поставить на пол дома. Ой, смотри, у нас какие поверхности здесь на кухне. Мы такой редко расцветку видим. Удачно сочетается, смотри, островок. Шкафчики одного цвета. Ой, аккуратно. Вот шкафчики одного цвета. И остальная часть шкафчика уже белого цвета. Вытяжка есть у нас. Ого. Уже признанных богатств. Да. Да, роскошь. Красиво. Да. Молодцы. Люди подготовились к приему риэлтора и клиента. Свечечку зажгли. Стол правильный накрыли. План дома подготовили. Все отлично. Я так понимаю, территории. Доводчики поставили. Я правильно понимаю? Правильно понимаю. Ручки мне такие нравятся. Какие-то люстры, да? Все. Необычные. Мы с тобой, даже если дороже видим, они какие-то стандартные. Здесь немножко поинтереснее. Заходишь в дом, и сразу первое слово, которое у меня возникло, стильное, со вкусом сделали. Да, лишнего нет. Ничего. Ничего лишнего. Дорогая раковина. Так, что у нас здесь кладовочки, наверное, нет. Я смотрю, здесь этот шкафчик высокий, да. Кладовочки здесь нет. Это минус. Кого-то остановит, да? Меня бы, наверное, не остановило. Я сильно еду не хранила. Есть день сегодняшний, и на сегодняшний я могу что-то сделать, приготовить. На завтра я не думаю. Я всегда у меня наготовлено на несколько дней. Раковин не позволяет готовить каждый день. У тебя работа такая, ребенок. Лиза Сьюзан. Миленько, красивенько. Опять же, не придраться. Да? У нас вообще сегодня на обзоре такие дома. Интересные. Ну, что ты, прихорюнил? Интересная такая статуэтка. Так, куда мы дальше пойдем? Смотрите, здесь как делали. Интересно. Мы тоже отвлекаемся на момент интерьера. А почему бы нет? У людей фантазия. Посмотри, как это. Ой, как мило. Слушай, это же надо было такое придумать. Я себе тоже такое хочу. Это красиво. Это красиво. Да? Во всем интерьере даже он интересно смотрится. Неплохой дом. Да. Бывают вот такие дома, которые вот примерно в таком стиле делают, да? Ну, уже поднадоел. Бывает стиль такой. Да. Но здесь он доработан, он как-то доделан. Добавленные элементы дерева. Смотри, даже в дверных проходах он как-то вставит. Интересно. Пожалуйста, мелочи. Насколько эти изюминки такие, да, точечные. То есть там такие интересные моменты. Ну что, пойдем смотреть спальню? Давай мы сегодня с тобой справа налево пошли. Хорошо. Как захотите. Так. Это у нас мастер, да? Похоже на мастер. Два большие окна. Нет у нас здесь занавесок. Светло в комнате. Я уже вижу там. Ищетку в ванной. И пишешь изюминку. Ну пойдем смотреть изюминку. Я не пойму, ты рада видеть изюминку, нет? Как бы да. Интересно выглядит. Это уже, ну, просто, ну. Еще и слюстры. Это вообще такая роскошь. Телевизор в ванной. Можете себе позволить? Я не могу себе телевизор позволить смотреть. Удивительно, конечно. Настолько они любят телевизоры, что еще и в ванной повесят. Вау. Было бы у меня столько времени. Да. Это прям вау. Посмотри, мы свет не выключаем. Давай свет включим. Ты стоишь возле света, давай. Включи свет, пожалуйста. Я думаю, ничего не поменяется. А? Немножко. А лампу? Ой, эту люстру, пожалуйста. Студия. Пожалуйста. Телевизор включить? Мне нравится, что она не вся полностью белая. То есть тут есть на полу какие-то элементы такого. Золото, не золото, не знаю. И также на старейшнице. Да. Душки золотые. Повторим, все со вкусом, да? Вот. Душ. Такой акцент сделали, да? Немножко потемнее плитка в душе. Ну, опять же, под холст. Да? Под за руку. Хорошо. Ванна эта дорогая. Она хоть и неудобная, но она дорогая. Ну, смотрится очень красиво. Если вы не любите принимать ванну, вы любите на нее смотреть. Ну, там можно так согнуться. Согнуться. Сидеть. Хорошо. Хорошо замечено. Согнуться можно. Вот гардероб, ощущение такого, что именно здесь места мало. Да? Угу. Вот, женское, мужское, я уже боюсь в свой заходить. Ну, куда я буду еще через полгода видеть это все? Мне страшно представить твой гардероб. Ой, какая красота, как мило. Да. Это моя. Забирай. Забирай. Кто-то эстет. Да. Или, возможно, девушка дизайнер интерьера. Вполне возможно. А можно что? Здесь у нас что? Подожди, подожди. А мы прошли мимо, да. Давай не будем. Ага. А ну, тут такая. Плодовочка. И не только. А это подобие пентри, кстати. Да? Угу. Ну, видишь, значит, не все. Сложить можно что-то. Такой проход. Опять же, ванна. Все в таком же стиле. А, это тут. Швайл. Угу. Где-то там? Проходи. Проходить? Куда проходить? Куда-нибудь. Ты вам уже показала? Здесь у нас детская. И тут все со вкусом. Да. С фонариком. Так детали вот эти вот еще меняют пространство. Да. У нее общий вид. Все выдержано в одном стиле. Уп. 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 Двадцать. Детская. Ну, сложно. Ватника. Не звенит. Хорошо. Здесь что? В ландре. И водонагреватель. Внутри мы в доме так редко видим водонагреватель. Дети могут что-то там подергать. Опять же, шуток. Здесь это минус. Здесь залита бетоном площадка. Очень большая, просторная здесь зона. Ой, собачка. Все-таки это была собачка. Все-таки, да, была собачка. Лошадь. Ой. Держись, как лошадь. Лошадь. У Веры сегодня. Вливаде. Да, Верочка сегодня отвела душу. Потискала лошадей. Так что Верочка счастлива. В хорошем настроении. Не будет дома никакие это хаять. The porch. Kick up your feet. Мне нужно уже kick up my feet. Возьми в следующий раз уже кроссовочки. И туда же. Не, я зашел, ладно. Ну, что ты себя мучаешь? Ну, так куда оно? Некрасиво будет. Красиво. Джинсы. А, кстати. Напишите ей, что это красиво. Джинсы, кроссовочки. Вчера я видела. Это, оказывается, модой сейчас. Такое свадебное платье. Красивое, белое. И кроссовки. Нет, ты свадебное платье можешь не одевать. Ну, какое-то бывает такие платья трикотажные, которые можно там тоже с кроссовочками скинуть. Ну, у меня. Тоже красиво. Одно видео можно. Так мы уже записывали. Отдохнула. Мы уже записывали. Кстати, ребята, напоминаем, пишите нам ваши вопросы. Мы в следующую съемку, когда встретимся с Олей, запишем. Мы сделаем список вопросов, может быть, за несколько недель, да? Потому что у нас выкладывать видео ты будешь не раз. Пишите ваши вопросы, какие у вас есть к нам. В основном, Коли, пожалуйста. Про недвижимость. Вот. Животрепещущие. Моменты по борщей и тортов не будем обсуждать? Да. Так что мы ответим. Сядем, ответим вам. Все честно расскажем, как оно есть на самом деле. Вот. 12 акров. Где они? Где? Давай я тебе снова покажу, где они. 12 акров. Ну, это надо вырубать этот лес. Что стоит немалых денег, неимоверных. Так, давай смотреть, где мы находимся и где участок. Видишь? Здесь краечку, а все остальные ведущие земли. Ого-го. Куда-то вон туда уходите. Ну, и что с ней делать? По лесу гулять, грибы собирать? Правда, ну, очень же дорого это все вырубить. Да. Хорошо. Идем дальше, смотри. А мы здесь есть? Байсмент или второй этаж? Нет. Байсмент второй этаж. Значит, мы почти все показали. А, мы туда еще не ходили. Почти это еще не все. Там, наверное, будут какие-то детские комнаты. Может, мастер? Мы одну детскую уже показали. А мастер был? Мастер был. Мастер был. И не мастер был. У меня память в кедоре. Ой, здесь две детские у нас еще. Здесь у нас две спальни и одна ванная. Так, вот такие розочки мы уже видели на стенах. Какая милая детская. Огородная. Люстра тоже такая. Места достаточно. Потолки высокие. И чистенький дом. Дом в хорошем состоянии. Да, карпит детских тоже. Ну, тут что-то было. Ничего страшного. Было. Было и было. Было и было. Все, что было, все прошло. Ой, цветочки. Здесь как все тоже уютно, да? Цветло. Бытко. На балу и на стенах. Хозяйка молоди. Да. Я вот поняла, что мне нравится стиль боха. Вот я хочу свою комнату начать делать в стиле боха. Поставим большую пальму там какую-нибудь. Это такой стиль, не деревенский, но там где солома какая-то. Может быть, зеркало из соломы. Старую пальму. Сделаю какую-то кровать деревянную. Спасибо. Размечталась. Размечталась. Подамся в дизайнеры интерьера. Почему? Мне вот нравится смотреть больше дизайн. Так, здесь выход начали. Милая комнатка. Такая вот как в фильмах показывать. Знаешь? Вот так вот люди живут в реальной жизни. Заморачиваются, чтобы у детей было детство. Красивая комната, игрушки. Все. Успехов, так сказать. Радует идти. Родители молодцы. Да. Впечатление этот дом создает очень приятное. Да. Хочется оставаться как-то. Не в том, что мы сегодня уже снимали, да. Наверняка там уже не один выпуск фэшел, но хочется находиться. В доме милое, приятно. Вот. Если любите тишину, можно точно этот дом рассматривать как вариант. 9 из 10. Куда единица делась? Деревья на территории. А! Ну, представляешь, ты вломила 750 тысяч за дом. И что? А с какой целью ты покупаешь эти 12? Ты же с целью территории. Тебе нужна будет территория. Зачем? Только с этой... Такие деньги можно отдать только за территорию, не за дом. Ну, пусть будет в хозяйстве, перенадится. Надо вырубать. Нет. Можно поделить и продать. А, тогда тогда да. Зачем вырубать? Зачем тратить свои деньги? А если нужна территория, то нужно вырубать. Ну, зачем? Ну, если лошади, конечно, если лошадей разводить, то вполне возможно. Да, да что с этими деревьями делать? Они бесполезны. Это зона за деревьями. Ну, как? Ну, кому-то хочется деревья. У меня есть клиенты, которые ищут исключительно дома, которые уже обжитают территорию, или где есть деревья непосредственно. Ну, 2-3 акра. Ну, если ты покупаешь 12 акра, это до горизонта. Ну, в хозяйстве пригодится. Ну, что ты? Ой, 750 тысяч. Ну, ладно. Ну, а если у тебя просто по соседству участок, который не принадлежит тебе, но на котором растут также деревья, как ты на это будешь реагировать? Нет, мне лично все равно. Я люблю деревья. Очень красиво. Мне нужно использовать эту территорию. Нужно вылаживать еще очень много денег, чтобы это вырубить. Ты понимаешь, Южная Каролина, земля дорожает. Ты все равно деньги не потеряешь. Копишь, будешь жить в доме. Ну, со временем, если тебе понадобятся деньги, начнешь землю продавать по акру. 12 акров, а ну-ка, математику. А если там дороги нету, там только лес, как туда чего? А здесь дорога, смотри, здесь помнишь, мы когда въезжали, очень такая дорожка узенькая, да? То есть город тебя обязует все равно предоставить доступ к дороге, но это нужно будет продумать, и все это можно сделать. И не все так сложно, как кажется, поэтому... Ну, в общем-то, я беру. У тебя 10 из 10, да? Ну да, дом чистенький такой, приятный. Да, очень хороший. Так что, вот, вы пишите ваши вопросы, пишите, что вы думаете по поводу цены и акров и деревьев. Ну, а мы покидаем этот замечательный дом и едем снимать в другой. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok